Елена Дубровина год назад стала мамой сразу четверых деток. На этот шаг она решалась в 8 лет. Говорит, ждала, когда подскажет сердце. В феврале прошлого года на урок зашел Дима. И она поняла, это ее будущий сын. Затем она познакомилась с Настей, а потом и со Славой. Без раздумий начала готовить документы для усыновления. В последний момент узнала, что у ребят есть еще одна сестричка. Найти ее было непросто. Директор интерната, где были старшие дети, связалась. И мне позвонила сначала она, потом Наталья Геннадьевна Листопадова. И сказали, в Москве, там пункт временного размещения детей, ждет твоя девочка. И я поехала за ней. Мы о ней ничего не знали, но в семью она пришла первая. Ксюшка пришла 22 сентября. А 30-го я отдежурила на работе и приехала уже домой не одна. Вот уже на протяжении года семья начинает свой день совместного завтрака. Даже перед занятиями в православной гимназии старшая дочь Настя помогает маме по хозяйству. А все свободное время она уделяет учебе. Ведь у нее есть мечта – получить хорошее образование и стать учителем музыки. На выходных я обычно сижу дома, помогаю маме. Бываем на улицу тоже, выходим куда-то погулять, выезжаем. А так, в общем, я с братьями время провожу, с сестрой. Ну и бывает, если там хорошая погода, с друзьями, да, там где-то гуляю. У них заобнимать и зацеловать хотелось еще там. И я это очень трудно было проявить. Вдруг бы мне с документами не получилось еще что-то, а я бы дала детям надежду. То есть о том, что я и будущая мама, я только сказала, когда у меня все документы были на руках. Елена Павловна во всем поддерживает своих ребят. Дима и Слава в этом году стали заниматься в секции по футболу. И уже делают первые успехи. Я хочу быть так мальчиком. Помимо спорта, Дмитрий увлекается рисованием. На прошлой неделе подготовил подарок для детей Донбасса. Мы в школе рисуем там и делаем поделки из пластилинов, ежиков. А Ксюша нашла себя в танцах. А еще очень любознательна. Ежик, а это? Я. Лиса, а это? Игуго. Игуго, зебра. Эта история стала истинным воплощением того, что семейное счастье возможно, несмотря на все трудности. Екатерина Илюхина, Алексей Еременко, Максим Леонов. События дня.